В коранической истории пророка Мусы, мир ему, много полезных уроков, которые актуальны во все времена. На один из таких полезных нюансов, дорогой брат, я хочу обратить твое внимание сегодня. Конечно же, ты читал Суру Ашуара, ведь, скорее всего, не один раз. В начале этой суры описывается, как Муса стал пророком и был послан к фараону. И вот он пришел к этому тирану, который поработил Бану Исраиль и убивал их детей и открыто призвал его бояться Аллаха и освободить израильтян из рабства. И что же сказал ему фараон? Он напомнил ему о том, что Муса вырос в его дворце, получил образование, стал уважаемым среди народа Египта, а потом он совершил убийство и бежал. Фараон заключил из этого. Ты поистине неблагодарный. Муса ответил ему. Я совершил его. Когда не ведал истину, я сбежал от вас, потому что испугался вашего гнева и наказания. Но Аллах был милостив ко мне, привел меня на прямой путь и одарил меня пророчеством. И вот тут Муса отвечает на упрек фараона и говорит. А милость, которой ты меня попрекаешь, такова, что ты поработил сынов Исраиля. Если задуматься, это величайший ответ каждому тирану и поработителю во все времена. Как часто приходится слышать, что колонизированные мусульманские народы, благодаря цивилизованным европейцам, узнали науки, технологии и прогресс. Как часто тираны попрекают ограбленные ими народы в том, что они построили для них больницы или школы. И мало кто вспоминает, сколько зла и вреда принесла колонизация исламскому миру. И что колонизаторы способствовали распространению ширкой и разных ересей и заблуждений среди мусульман. И что многие десятилетия, а то и больше, дети из мусульманских семей были лишены возможности изучать разные науки, кроме религиозных наук в медресе, которые уже не без помощи колонизаторов превратились из исламских университетов в религиозные училища. Поэтому, когда кто-то говорит, что благодаря англичанам или французам мусульмане приобщились к современной цивилизации, научились строить метро и высокие дома, хочется сказать им. А милость, которой ты меня попрекаешь, такова, что ты поработил сынов Исраиля. Мы слишком мало знаем о положении мусульманского мира накануне колонизации. Даже когда говоришь или пишешь об этом, некоторые мусульмане вопрошают, для чего нам все это? Нет, дорогой брат, изучай историю и узнавай больше об империи великих моголов, об Асманской империи времен султана Абдуль-Хамида II, о Марокко времен султана Хасана I, и ты поймешь, что разрыв между исламским миром и Западом тогда не был так велик, как теперь. Посмотри на мусульманских ученых первой половины прошлого века, и ты увидишь целую плеяду выдающихся имамов. Абдуль-Хамид ибн Бадис в Алжире, Мухаммад Тахир ибн Ашур в Тунисе, Мустафа Аль-Мараги и Ахмад Мухаммад Шакир в Египте, Джималеддин Аль-Касими в Сирии. Всех их не перечислишь. Сколько светлого огня они разожгли в сердцах верующих, сколько прекрасных идей и трудов они оставили нам. Я говорю об этом для того, чтобы мы не принижали роли и возможности исламского мира, чтобы мы сами не разуверились в себе, потому что это то, чего хотят от нас Шайтам и его приспешники. Нет, мы не перекладываем вину за свои неудачи на других, мы не виним в этом ни англичан, ни французов, ни кого-либо другого. Как говорит Коран, любая беда постигает нас только за то, что мы совершили сами. Но и восхищаться тем, что нас пытались оторвать от наших корней, мы не должны. Пытались, но не смогли. Пытаются и сейчас, но не смогут. Потому что потенциал исламского мира велик. И он несет неразрушение и смерть, как то пытаются представить недоброжелатели. Это творческий, интеллектуальный, культурный потенциал. Это энергия, сила и мощь веры, раскрывающая свои объятия для всех людей. Субтитры создавал DimaTorzok